Ну, по поводу самого мероприятия, я так думаю, что мечта, мысль о пересечении Атлантического океана, она посещает каждого яхтсмена рано или поздно. Я не стал исключением, у меня эти мысли появились лет, наверное, шесть назад. Вариантов, собственно, не так уже много. Пересечь Атлантику. Самое хорошее время для пересечения с востока на запад – это осеннее время. Каждый год один из самых таких хороших вариантов проходит Атлантик Ралли for Cruisers. Это трансатлантическая гонка, в лучшие времена принимает участие 150-160 яхт. Ковид, конечно, их планы немножко на последние два года подправил, но тем не менее в этом году довольно большой представительный флот ушел и спортивные яхты. Плюсы – хорошая организация в арке, хорошо организованы вопросы безопасности. Минусы – это цена и довольно длительное время, потому что есть коммерческие экипажи, но за место в этом экипаже берут 4-5 тысяч евро, и это только за место. Там еще есть расходы на безопасность, на еду, на логистику, то есть перелет к месту старта, нужно прибыть пораньше. Второй вариант, который виделся – это влиться в какой-либо из экипажей. Людей набирают в экипажи на сайтах типа CrewFinder. И можно найти место, вплоть до того, что даже там за участие в судовой кассе, то есть люди не требуют каких-то отдельной оплаты какой-то за место на яхте. Но там можно попасть, во-первых, с качеством яхты непредсказуемо, второе – это абсолютно непонятный экипаж. То есть экипаж в таком длительном переходе тоже вещь немаловажная. Две-три недели деться особо некуда с борта, и там можно попасть в неприятность относительно отсутствия взаимопонимания в экипаж. Ну и третий вариант – это тот путь, по которому в конечном итоге пошел я, то есть это сбор своего экипажа. Началось все, наверное, вот конкретика этого перехода, она началась со знакомства с компанией SailMe. В 2019 году мы перегнали их в Катамаран Lucky Seven с Боляр на Канары. И переход тогда сложился успешно, и в принципе мы остались довольны сотрудничеством с компанией. Компании понравились мы. И в 2020 году от компании SailMe мне поступило предложение перегнать вот этот вот катамаран, на котором мы сейчас ходили в 2021 году, с Кариб после зимнего сезона на Канары. Собралась команда, мы получили визы. 28 марта 2020 года мы должны были стартовать с Мартиники. Но если вы помните, тогда 16 марта или 13 марта весь мир закрылся на карантин, и там уже этот катамаран драматическим образом добирался в Европу. То есть у людей просто не было другого выхода, самолеты не летали, они как в старые добрые времена под парусом пересекли океан. В этом году руководство приняло решение, руководство компании о том, что катамаран будет зимой работать на Карибах. И я об этом узнал где-то в середине 2021 года. Но на принятие решения было 5 минут, решение было принято очень быстро. Я получил добро. Ну а дальше начались организационные вопросы. Самым непростым оказался подбор команды. Проблема нашего времени – это ковидные ограничения. Ну и не так легко найти людей в наше время, у которых есть месяц-полтора свободного времени и деньги. Обычно есть либо то, либо другое. Путешествие длительное. И экипаж некоторых этапов у меня менялся по 2-3 раза. Очень много ребят было из России, которые не смогли принять участие в связи с ограничениями по вакцине. Но тем не менее на Трансатлантике один участник у нас был, гражданин Российской Федерации. В принципе, мы смогли его, так сказать, пронести по этому маршруту. Все формальности административные оказались решаемы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok до Канар. То есть мы стартовали с Ибицы. Это сезонная миграция яхт осенняя. То есть, в принципе, стартовали в осеннее время, но немножко раньше, чем обычно. В прошлые разы при движении по этому маршруту мы стартовали обычно где-то в начале ноября, а сейчас это была средина октября. Я понимаю, что это разительная разница в погоде. То есть, если до этого это была борьба с западным ветром, то есть, по крайней мере, на этапе Средиземного моря, то сейчас мы путешествовали с довольно комфортным восточным ветром и на большинстве участков маршрута он для нас был попутным. Тут небольшая анимация нашего маршрута. Дорога до места, она была у каждого участника индивидуально. Мы добирались через Италию, обратно летели с Кариб через Париж. В принципе, надо очень хорошо мониторить, а сейчас любое путешествие связано с ковидными ограничениями и на каждом этапе, в принципе, есть свои особенности. Ну так, для перелета через Италию нам понадобилось сделать отдельные ПЦР-тесты, чтобы можно было там даже в виде, скажем так, транзита даже попасть. Ну это флаги традиционные, мы делаем подборку флагов по нашему маршруту. Видите, даже есть британский флаг, потому что ножкой удалось наступить на землю британской короны. Сами по себе Канары, несколько островов. И в конце уже мы посетили территорию французской, французскую заморскую территорию, мартинику. Все флаги присутствуют здесь. На чем мы путешествовали? Это 52-й лагун, большой катамаран, называется Нептуна. Яхта с довольно-таки драматической судьбой. Он довольно сильно пострадал во время урагана Ирма в 2017 году. Но был восстановлен, приобретен компанией Сейлми. Был этот катамаран доставлен в Европу. В Европе прошел серьезный рефит. И улучшение его продолжается, в принципе, постоянно. То есть что-то доделывается, улучшается. У нас были довольно большие экипажи, но катамаран большой. Там шесть полноценных двухместных кают. Кондиционер, генератор, опреснитель. Место даже на этапе, когда у нас было 12 гостей, одномоментно на борту мы не чувствовали стесненности. То есть там всегда есть где уединиться. И пространства довольно много. И для хранения припасов, комфортные каюты. То есть с точки зрения комфорта размещения, особых проблем у нас не было. С точки зрения каких-то ходовых качеств, ну надо понимать, что это круизный катамаран, не спортивная машина. У нас был спинакер. Нам его подарили на Тенерифе. И в таком путешествии это очень важно. Парус для полных курсов. Потому что вот видите, сейчас он идет под основными парусами. Под косыми. На полных курсах в океане нужны дополнительные паруса. А так максимальная скорость, которая у нас была на маршруте порядка 10-10,4. У меня зафиксировано есть даже этот кадр на скриншот из Navionics. Средняя скорость по маршруту порядка 5 узлов была. Это схематика катамарана, его описание. Баки воды. Вот тут есть данные по воде 750 литров. Понятно, что для длинных переходов этого запаса на такой коллектив недостаточно. Чуть позже расскажу. Были у нас небольшие проблемы с опреснительной установкой. Как мы их решали. Как решали проблему обеспечения пресной водой. Но катамаран показал себя, скажем так, надежной машиной. Настолько, насколько это может быть у круизного катамарана, пережившего Ирму, реновацию и последующую чартерную эксплуатацию. Встретились мы на Ибице 20 октября. Времени на подготовку было очень мало. Это экипаж первого этапа. Нас там встречал один из членов экипажа, Роман. Ну, кстати, интересная ситуация. Он выиграл бесплатную неделю от компании Sailmy. И до того, как мы встретились, он на другом катамаране уже там ходил. И вот это ужин, которым он нас встречал. Это так приятно, когда ты прилетел с самолета. Тебя встретили, привезли на яхту. И уже там тебя встречают друзья и знакомые. Ну, Ибице в это время уже мало-мало там туристов. И это дало нам возможность сосредоточиться на подготовке, нормально закупиться. И буквально 21 числа мы уже, видите, отходим в направлении побережья Испании с Ибице. Первый пошел. Да, это за кадром Сережа Спивак, техническая команда Sailmy. Они очень много сил положили на то, чтобы катамаран был готов к отходу. И мы смогли стартовать вовремя. Там до последнего проводились ремонтные работы. И часть из них еще заканчивалась на Тенерифе. Мы двигались в сторону побережья Испании. Первым городом у нас на пути была Картахена. В процессе перехода, как я и говорил, умеренный восточный ветер. Попробовала команда, видите, что такое качка. Адаптировалась. Это надо было, учитывая, что у нас впереди был длинный путь. Так мы встречали дельфинов. Дельфинов было очень много по дороге. И первое время все собирались вот так вот там поискать их, посмотреть. Удалось даже искупаться. Был участок свободного моря. Но под самой Картахеной еще зацепили то, что называется ибический закат. Видно, да, здесь цепится переход на Картахену. Это порядка суток. Сам по себе город очень интересный, древний со своей историей. Четвертый, пятый век до нашей эры это был довольно-таки серьезный торговый центр в этом регионе. Позднее римляне завоевали его. И довольно-таки недавно, в 88 году, был обнаружен под развалинами христианского храма, был обнаружен старый римский театр, который на сегодня составляет главную достопримечательность города. И там музей римского театра сейчас в этом помещении размещен. Очень много яхт на отстое уже на зиму, законсервированных. Готовились мы к рыбалке довольно серьезно. И по дороге, видимо, уже у нас был первый улов. Видно, да, кого мы там тащим. Дальше мы двигались вдоль побережья Испании. И следующая стоянка была намечена в городке Альмерия. Это Коста-Бланка. Да, ну надо дождаться, потому что момент истины сейчас достанет. Небольшой первый улов, но дальше было больше. Рыбы было много, хорошо разнообразили свой рацион. Фантастические на этом участке рассветы и закаты. Это просто там мальтучи добавляют такой колорит, что вечерами просто не оторваться. Мы направлялись, это как я шел на каковку, вышел к Херсону. Направлялись в Альмерию, забронировали место. Но по приходу оказалось, что наш катамаран слишком большой. Не рассчитали они свои силы. Это уже был поздний вечер. Мы начали искать, где же можно рядом встать. И в восьми милях западнее нашли городок Аквадульсе. Вот наш катамаран стоит по центру, прямо на гостевом пирсе. Казалось, что вот тут нас смогли приютить. Где-то полчаса на автобусе до Альмерии. Сам по себе городок Аквадульсе. Прекрасный пляж, шикарные улочки, променад вдоль моря. Такой прекрасный, довольно-таки хороший курортный испанский город. Ну, а здесь загадка, найдите Варвару Алексеевну на этом кадре. Все-таки мы посетили Альмерию. И смогли посмотреть жемчужину этого города. Крепость называется Алькасаба. Крепость строили еще мусульмане в 9 веке, арабы. Но позднее, уже в завоевании христианской эпохи, 15-16 век, крепость была центром торговым христианским на этом пути. В принципе, на сегодня довольно большой комплекс сооружений. Монументально. При возможности посетите обязательно. Видео дает некое представление о том, как это выглядит. На территории этой крепости снимали ряд сцен Конана Варвара, Индиана Джонса. Никогда не говори никогда. Во время съемок «Игры престолов» на территории этой крепости снимали Дорн. Вы можете увидеть там ряд знакомых пейзажей. Чуть больше суток было у нас на Аквадульсе. И мы двигались дальше в сторону Гибралтара. Но мы шли не в сам Гибралтар, а в испанский конклав на южном берегу пролива. Называется он «Фиута». Маленький городок. Отключите, пожалуйста, звук, Сергей. Микрофон, микрофон. Спасибо. В Сиуте мы провели ряд мероприятий по проверке яхты. Уже готовились фактически к пересечению океана. В результате ремонтных работ меняли винты. То есть постоянно надо... Ну, видите, да, что водичка такая бодрая была. Сама по себе Сиута – это испанский форпост. То есть на сегодня это то, через что испанцы контролируют пролив на территории Марокко. Маленький кусочек Испании. Соответственно, есть своя крепость, масса памятников, туристические достопримечательности. Какого-то там большого пляжа нету, но город очень красивый, камерный. Видите, даже есть тут свой геркулес, раздвигающий столбы. Кстати, обратите внимание, что он делает – раздвигает или сдвигает. Дальше поговорим о легендах, связанных с этим. Такой интересный памятник встретили. Товарищ из Кукусклана ведет ребенка куда-то там, понимаете. Оказалось, что на самом деле это обычное пасхальное шествие. И ничего тут страшного нет. А такие одежды носили церковники некоторых обрядов. По поводу… А, ну и самым писком стала, видите, скульптура, которая по ковидному времени соблюдает масочный режим. Мы потеряли несколько воблеров по дороге, пришлось восполнять запас, там шикарный рыболовный магазин. Ну и вот там вот через пролив мы в тучах находим Гибралтарскую скалу. Вообще сам по себе Гибралтар долго считался краем мира. Платон говорил, что за ним Атлантида, за Геркулесовыми столбами. Было, как по легенде написано там, предупреждение, что ничего дальше. Сами столбы, по легенде, опять же таки, Платон говорит о том, что на двух берегах, на двух мысах были колонны, и на них скульптуры, скульптурные изображения, две статуи, которые изображали, которые давали, составляли ворота из Средиземки в Атлантику. Но, опять же таки, по имеющейся информации, в восьмом веке арабами были эти столбы разрушены. Ну то, что нам осталось, это изображение этих столбов на гербе Испании, на знаке доллара. Если интересно, то это тоже две полоски, это схематически эти столбы, которые говорят о единении мира. В самом Гибралтаре довольно напряженное судоходство. На небольших судах, на парусных, пересечение пролива или проход через него связан с довольно сильными течениями, ветровыми условиями. В определенное время приливного цикла выйти из пролива можно только в определенные часы, согласуясь с режимами приливов и отливов. Так выглядит Гибралтарская скала через бинокль. В дымке на фото видно, да, с одной стороны Африканский берег, с другой стороны Европейский. И сам по себе пролив. Вот впереди Гибралтарская скала. Ну, так это выглядело при пересечении пролива. Впереди видно суда, стоящие на якоре и движущиеся. Это съемки экрана на АИС. Это система, определяющая наличие судов вокруг. Вы видите, насколько много и оживленное судоходство в самом проливе. То есть пересечение пролива довольно-таки непростая навигационная задача. И с парусными судами в том числе пришлось там расходиться. Это момент расхождения. Шуточный, я, конечно, кричал правый галст, но расходились мы довольно близко с парусным судном. Вот. Ну, а... Друзья, сейчас вы увидите, как нога нашего человека вступает на британскую заморскую территорию. Ее королевское величество Англии. Ура! Высадка произошла. На самом деле мы действительно посетили Гибралтар. Видите, да, на этом самом... То есть с надписью Гибралтар это британская заморская территория, затем небольшая граница. Вдоль этой границы расположена взлетно-посадочная полоса аэропорта. И поселочек, городок небольшой, который называется Ла Линея де Ла Концепсион. Это с испанского линия разграничения. Они не стали мудрствой с названием, так и назвали его. В Гибралтаре у нас произошла смена экипажа. Недолго мы были там, практически сутки. На территорию самого Гибралтара мы смогли зайти только на офшорную заправку, заправились топливом. И посетить Гибралтар полноценно, к сожалению, не смогли, потому что гражданам Украины на данный момент, чтобы посетить эту территорию, нужна британская виза. Поснимали издалека. Перед выходом в океан была проведена проверка такелажа. Пришлось подниматься на мачту для этого. Но это позволило сделать такие довольно-таки интересные съемки сверху. Проверка такелажа перед выходом в океан это непраздное занятие. Как прекрасно наша гибралтарская саванна с высоты птичьего полета. Там внизу машет дало витально. Высота мачты 19 метров, так что... Да, очень интересная штука. Вот эти вот домики, при желании их вывозят на якоре, ты можешь посидеть вдали от людей на якоре в таком небольшом жилище. Вот. У них там у каждого есть свой велосипедик, обзорная площадка. Намного дешевле, чем жить в отеле. 27 октября, рано утром, мы вышли на Канары. Погода... Мы изначально планировали пойти через Мадейру, но погода не благоприятствовала. Севернее Мадейры опускался довольно большой циклон. И где-то на 29-е, вблизи Мадейры, ожидался ветер западного направления. Порядка 45 узлов. Мы решили не бороться с этим ветром. И спустились вдоль африканского побережья до острова Ланцароте. Переход прошел путными ветрами. Ну, это на выходе из Гибралтара. Такой вот трафик. Нам нужно было пересекать полосу. Traffic separation zone. И ждать, пока суда какие-то пройдут, какие-то ускорятся. По дороге встретили таких замечательных теплов. Своебразное впечатление от встречи с китом. Животина очень большая. Наверное, по размеру больше, чем наш катамаран. И у меня в виде какого-то такого кошмара или страха. Но что будет, если эта животина начнет играться? Конечно, не хотелось бы это почувствовать. Учились по дороге у нас во время перехода. Ребята учились на курсе «Ахтмастер Костел». Производили занятия по навигации. Праздновали дни рождений. Пережили Хэллоуин в этом переходе. И 31-го рыбалка была, конечно, обязательно очередной улов. Уже, видите, без энтузиазма очередной улов. Да, ну, рыбы было много. В этом переходе один из эпизодов – это когда мы достали хвост, который уже был обглотан. То есть рыба зацепилась за хвост, а кто-то, пока мы тащили рыбу, ее съел. 31-го октября мы пришли на остров Ланцерота. Это самый северный из Канарских островов. Вот он на анимации. Канарские марины оказались довольно сильно загружены в этот период. Мы постояли на якоре возле Ланцерота. В марине места для нас не нашлось. Мы буквально на заправку заскочили и решили сосредоточиться на исследовании острова Фуэрто-Вентура. Единственное, что, конечно, нам в марине Рубикон удалось встретиться с Маратом Насыровым. Он с супругой, с дочкой, с таксой путешествует уже восьмой год на своем катамаране. Тут многие присутствующие его знают. По утверждению Марата, такса Шелли уже прошла больше 50 тысяч морских миль. Это серьезно. Я где-то примерно наравне с этой таксой по мне лежу, нахожусь. И дальше двинулись мы на Фуэрто-Вентуру. Там с местами оказалось не лучше, потому что в это же время готовился к старту на Гранд-Канарии, готовился к старту Атлантик Ралифа Круизерс, извергался вулкан на Ла Пальме. И марины были забиты теми яхтами, которые с этих островов по уходили. Но, тем не менее, мы смогли, скажем так, остановиться на сутки в городке Гранд-Карахал. Панорама этого города. Вообще, Фуэрто-Вентура – это о пляжах, о горах, об отдыхе. Мой марсианский пейзаж, не всегда Фуэрто-Вентура была такой. Подтверждено, что раньше она была покрыта лесами до испанских завоеваний. И вместе с коренным населением испанцы истребили, вырубили и леса. И сейчас, видите, такой ландшафт довольно пустынный. Тут вот пристают местные аборигены к нашим девушкам. Это Магрибская белка, местная достопримечательность. Везде написано, что их кормить нельзя, но не кормить их буквально невозможно. Это очаровательные зверьки. Посетили мы Бетонкурию. Это первая столица Канар. Там можно почувствовать дух той эпохи, как это выглядело. Как во времена Жана де Бетонкура, который долгое время Канарами управлял, выглядела эта местность. Конечно, прекрасные природные объекты нельзя. То есть на этот остров надо выделять 3-4 дня, как минимум, для того, чтобы посмотреть все достопримечательности, пещеры, формы выветривания. Видите, даже есть городок с таким интересным названием. Действительно, побывав там, можно сказать, что мы побывали в Ахуне, поскольку именно так читается слово, его название. Пещеры и пляж этого города действительно приводят тебя в такое состояние. Дальше мы двинулись на Гран-Канарию. Опять по дороге массовая рыбалка, конечно. Переход частично прошел в щелевой зоне, но между островами поддуло. Ночью, в принципе, уже двигались под парусом. На Гран-Канарии в это время готовился к выходу Атлантик Раллифу Круизерс, большая регата. И на севере, в Лас-Пальмасе, делать было нечего. Поэтому мы пошли в знакомую нам марину. На юге это Пасита Бланка. Там с местом для этого катамарана тоже была напряженка. И у нас была возможность в дневное время, в ночное время, стоять на заправке. А в дневное время мы выходили на якорь. Это позволило, тем не менее, нашему экипажу посмотреть и дюны Мас-Паломас. Это песок из Сахары, который передуло на Гран-Канарию, 25 квадратных километров песчаных дюн. Прекрасный мелкий песок на океанском берегу. Это заросли алоэ вера, того самого алоэ вера, из которого делают много продукции. Это аутентичные местные деревеньки, фатага, местные достопримечательности. Такой колорит. Очень много художников живет. Варвара Алексеевна у нас в процессе изучала и географию, и астрономию. Поскольку была на домашнем обучении. Это Рокки-Нубло, высшая точка, вершина Гран-Канарии. И последним был переход с Гран-Канарии на Тенерифа. Фотографии из этого перехода нету. Только уже кадр с Тенерифа. Потому что выходили мы в ночь в связи с ухудшением погоды. То есть на следующий день был прогноз под 50 узлов в проливе между островами. Мы решили этого не ждать. И перешли ночью на Тенерифа. Ну вот у нас тут один из членов команды с забинтованной головой. Нехороший был инцидент. На заправку рядом с нами пришвартовалась яхта. И когда отходила, начала ее на нас наваливать. Отталкивали за вант эту яхту. От нашего борта на корме у яхты оказался сильно быстро работающий генератор, ветрогенератор. Ну и лопастями посекло голову нашему Александру. Пришлось, конечно, и раны обрабатывать. И отправлять его на зашивание. А в океане дальше нам пришлось снимать швы. Ну, рядом с Мариной Сан-Мигель сейчас вот такое кладбище яхт. Я об этом не могу ни говорить, ни рассказывать. Просто погибают яхты. Такое впечатление, знаете, как кораблики выбросили на мусорник. Ну, судьба у многих драматична. Что-то под арестом, что-то кто-то не заплатил. Ну, а это вот новый катамаран, видите, уже с таким спорванным швартовым готовится встать в состоянии мусорника. По Тенерифе сделали нам обзорную экскурсию. Пока часть экипажа занималась приготовлениями к переходу через Атлантику, часть экипажа все-таки посетила ландшафты разнообразные. Марсианские ландшафты Тенерифе и на севере вот такие шикарные вулканические выходы, кулинарные развлечения. Ну, у одного из членов команды в день ухода в океан было 50 лет. Сейчас мы начнем идти уже с Тенерифе до Мартиники. Такой логический блок завершился. Я сейчас посмотрим, предлагаю ответить на несколько вопросов, которые возникли. Так, поступил вопрос, строили маршрут сами или пользовались уже проверенными. Но по этой части маршрута мы уже неоднократно ходили, поэтому для нас этот маршрут построен нами самими, и он же и проверен. Но ряд мест оказались новыми. То есть я до этого, допустим, в той же Аквадульсе я не был вынужден, мы туда попали и очень пожалели. Вопрос от Димы Болотова, если несли сразу спинакер и стаксель в разные стороны. Дим, сейчас во втором этапе будет видео, там полностью видно, как мы его несли, как проводка сделана. Там пришлось на ходу решать, потому что спинакер на этой яхте до нас никто не носил. Были запасные паруса и какие вещи из ремкомплекта берутся в такие переходы. У нас был запасной стаксель, я сейчас тоже об этом буду рассказывать. Он достался нам абсолютно случайно вместе со спинакером. Это паруса, которые они не выбрасывали, но парусный мастер, они у него лежали как запасные, подменные. Просто нам они достались по счастливой случайности. А по поводу ремкомплекта, это очень много всего. То есть у нас было много запчастей. Это и клей, и паяльники, и провода, и ремонтный набор для парусов, и слесарные инструменты, довольно много трейли. Потому что ряд проблем, которые возникали, их приходилось решать самостоятельно силами экипажа. Вопрос от Димы, брали ли экстратопливо с собой. Значит, у нас была тонна топлива в баках, и 200 литров у нас было экстра в канистрах на борту. Давай вторую часть презентации. Я в конце концов пожалел, что топливо мы взяли дополнительно всего 200 литров, потому что не зря название презентации, мероприятия в поисках пассатов. Ведь пересечение Атлантики с востока на запад считается, со стартом с Канар и финишем на одном из малых Антильских островов, оно считается таким комфортным способом пересечь Атлантику. В это время дуют ветра, пассаты, ну вот вы видите, да, то есть это довольно стандартная ветровая картина для этого времени. От Канарских островов, вот по направлению довольно-таки хорошей силы, попутные ветра, по идее, должны были бы донести нас до Канар. Но как раз во время перехода мы стартовали 10 ноября, и по погодной картине было понятно, что вот этот вот большой циклон на севере, он опускается на юг. Центр этого циклона был ниже Азор, и штилевую зону, вот здесь видна эта штилевая зона, ее выдавило фактически на широту Кабо-Верде. То есть фактически у нас был вариант идти напрямую, но тогда мы попадали в непредсказуемую ситуацию с вечным ветром, либо идти традиционным южным маршрутом, опускаться до широты Кабо-Верде, и мы фактически сознательно попадали в эту штилевую полосу. Ну вопрос был в том, насколько сильно мы в нее попадем. Насколько сильно мы ее попадем. Немножко о подготовке. Ну это закупка продуктовая. На трансатлантический этап нас собиралось 11 человек, и мы арендовали машину на Тенерифе специально, чтобы была возможность ездить, ну вот это вот первый заезд в супермаркет. Я скажу, что ездили мы полноценно, загружая машину, 6 раз. То есть полностью была забита эта Хонда наша. Был ряд запасов привезен с собой, потому что без сала невозможно идти в такой переход. Ну вот, ну это небольшая инфограмма. Алла сделала такую, сколько всего у нас было с собой. Вода 600 литров, это имеется в виду бутилированная питьевая вода. Для хранения фруктов... Пришлось сделать такую сеточку. Это остатки старой сетки с 380 лагуна. Я их забрал в Сейлме, потому что должны были они нам пригодиться. Ну вот видите, хранилище яблок, в принципе, раз в день, в два мы перебирали их, и они дожили до конца путешествия. Это вот тот этап, когда мы счастливые забираем спинакер и стаксель дополнительный. Идет подготовка, усиленная подготовка катамарана к трансатлантическому переходу. Трюмные гномы работают вовсю. Да, к сожалению... В этом у нас идет подготовка опреснителя. Разнообразные ремонты пришлось сделать. На Тенерифе мы поменяли одну ванту. Это трос, который держит мачту катамарана в продольно-поперечном направлении. Корме основную ванту мы поменяли. Пришлось ее там изготовить на месте, потому что ванта была надорвана. По старой настройке... К сожалению, не тянет видео. В принципе, по натяжке на ощущения она... Что касается связи. Вот видите, здесь есть гарминовские приборчики. Это спутниковые трекеры. Их у нас было три. Дублирование было даже тройное. Очень хороший прибор. На определенном пакете он позволяет отправлять бесконечное количество SMS. Электронных, почт текстовых без файлов. Позволяет сообщать свои координаты, курс, скорость, получать прогноз погоды. То есть с помощью этих коммуникаторов в отсутствие мобильной связи мы смогли даже поменять билеты, когда это понадобилось. Прибор подключается к телефону. Ну вот наш маршрут, как он виден через спутниковый трекер, был на экранах радара. Момент закрытия границы. Перед выходом из Испанских вод мы закрыли границу. Для этого пришлось съездить на север Тенерифа в Санта-Круз. Вот так интересно встретил я шевроны украинской полиции в полицейском участке, где мы закрывали границу на Тенерифа. И ушли мы, собственно, вот в такой закат. Уходили в ночь, не принципиально ночь-день, учитывая, что у нас впереди было три недели путешествия. Ну вот так стоял спинакер. Для такого пересечения спинакер – это необходимый парус. Без него мы, наверное, двигались бы на неделю дальше. Вот момент постановки. Ставится он за стакселем. Стакселем используется как прикрывающий парус, чтобы спинакер наполнялся уже только после установки. Ну и, собственно, уборка спинакера производится под стакселем. Если курс у нас не чистый фордевинт, то можно нести и стаксель, и спинакер. На чистом фордевинде стаксель все-таки его прикрывает, и лучше нести один спинакер. Спинакер этот был от 46-й Баварии. И, в принципе, для этой яхты он на одну треть был недостаток. То есть можно еще нести было спинакер больше на одну треть. Поэтому, поскольку он был небольшим, это вот та проводка, которую мы сочинили. Спинакера на Нептуна потребовало некий ряд инженерных решений, чтобы не тереть палубу. И мы могли оперировать брасами, фалом. Все могли добрать. И могли работать со всеми веревками. Спинакер небольшой, но, во-первых, он есть. Во-вторых, он прекрасно добавляет нам пару узлов. Да, пришлось... Никто никогда не носил спинакер на этой яхте. Пришлось сделать проводку, сочинять из подручных средств ее. Стандартных там креплений особо никаких нет. Это наше расписание вахт. Было пять полноценных вахт у нас. И график был, получается, три часа через двенадцать. Это очень хороший график. Позволял и отдыхать, и нормально себя чувствовать. Алла Витальевна как раз изображает отдых на вахте. Гроники Перехода готовится сейчас на суха из рыбы, пойманной ранее. Девочки на вахте отдыхают. Олег у нас ловит рыбу усиленно. Океан сегодня спокоен. Запасы пока полны. Михаил ковыряет себе палец ножиком. А блюдо дня у нас сегодня бананы. Так, никогда свежих яблочек и не покушаем. Ладно, Варварушка изображает изучение уроков. Мы ее перевели перед выходом на домашнее обучение. Это получилось катамаранное обучение. Яхтенные будни. Был у нас чемпионат по покеру. На вторые сутки чемпионата волевым решением я запретил денежные ставки на этом чемпионате, поскольку уже начались некие ссоры, без денег люди играли гораздо спокойнее и вот уже успокаивались медитацией. Читали, учились. С Варварой математику делал один член экипажа, украинский другой член экипажа. Английским занимались сообща. Ребенок выглядит счастливым. В процессе происходило обучение и матросов, и будущих яхтмастеров этой сложной науки. Ну вот Варвара думает, что тут делает, там на палочки ставит. Она считает блины. Это важнейшая функция при испекании блинов, чтобы было понятно, сколько блинов достанется каждому члену экипажа. Закаты и рассветы океанские – это то, на что мы собирались в носовом лаунже. Мы собирались на закат, поскольку мы шли на запад. Обязательно присутствовала бутылочка просека. Нам хватило до мартиники просека. Ночью наблюдали звездное небо, поскольку я практиковался в астронавигации в период путешествия. Ну, мы осматривали звездное небо. Так интересно было, когда программа показывает луну ниже горизонта, а она у нас выше горизонта. Какое-то несогласование в координатах. Ну, это вот тот момент под мартиникой, когда там Михаил ночью у нас превышал скорость на вахте. Честно говоря, просто в ночь уже вошли со спинакером и до определенного момента его не убирали, потому что шел порывистый ветер. Постоянная работа с парусами. Грод несли, насколько это возможно было, но гррод нести было проблемно, потому что на такой волне парус в верхней части образует такой карман, который хлопает очень сильно и разрушает. Вот справа видно летучая рыба. Эта летучая рыба, она залетала на палубу. То есть мы ее не ловили. Это утренний сбор улова с того, что осталось на палубе. Даже залетала рыба в открытые иллюминаторы. Боковые обнаруживали в постели. Ну, это корифеновые. У нас практически где-то на вторую неделю перехода уже закончились воблеры, потому что океанская рыба очень большая, туда нужны другие снасти. Пришлось сделать уже из подручных средств, что было из крючков. Ну, конечно, на самодельный воблер ничего мы не поймали. Выяснили одну закономерность, что на воблер из банки безалкогольного пива не клюет лучше, чем на воблер из банки алкогольного пива. Никто не голодал. Прекрасные борщи варили до последнего. Это довольно драматично. Комиологический момент. В этих водах большая проблема – это нелегалы. И когда мы на рассвете в тысячи миль, ближайшие, практически среди на пути, увидели такую лодку в море, я, честно говоря, когда подходили, думалось, что мы там сможем найти. Слава Богу, лодка оказалась пустой. Никого там не было. На ней был подвесной мотор, но опасность для судоходства серьезная, поэтому я сообщил об этом в береговые службы и Кабоверде, и Мартинике, потому что лодку несло от Кабоверде к Мартинике. Ну, будем надеяться, что ее просто оторвало где-то на берегу, и никто из нее не вывалился. Разнообразные конкурсы мы проводили. Время в переходе все-таки между вахтами требовало занятий. Ну, вот был конкурс, нужно было из бумажки, скрепки, прищепки соорудить наиболее высокую конструкцию. Капитан этот конкурс выиграл. 485 миль от Канарских островов, девочки до вахты учат, что? Природоведение. Природоведение. Да, спинакер нам достался. Достался зеленый спинакер, у меня абсолютно случайно оказалась практически зеленая ремонтная лента. Карта дырок спинакера составлялась каждый вечер, когда солнце просвечивало эти дырки. Вот, это мы грот подорвали немножко, но там все-таки проблема уже с тканью, он перепережженный на солнце. Проблема вот на правом экранчике, это мы занимаемся ремонтом опреснительной установки. Опреснитель перед походом только вернулся из сервиса, его не успели нормально проверить, а оказалось, что он не дает производительности необходимой, вместо 80-90 литров в час, он давал нам 10 литров в час. Ну, соответственно, это создало, это я поместился туда, откуда я торчал, создало определенные проблемы в переходе, то есть был введен режим на борту очень жесткой экономии пресной воды. Это вот видно, что течи запреснителя идет. Устранить ее мы так и не смогли, только на мартинике уже была заменена, вот, заменена, заменена часть корпуса, только это помогло. Ряд ремонтных работ был, кроме этого, заменили генератор, ремень на генераторе, справа видите порванный карабин. Он стоил, конечно, нескольких серьезных, таких неприятных моментов, потому что это карабин спинакер фала, разрушился он ночью. Очень нам повезло, что спинакер ушел на катамаране между поплавков, мы его не зацепили ничем, но пришлось в океане мне лезть наверх на мачту. Вот, и оттуда передавать привет. Волнение довольно сильное было. Наверху амплитута была такая достойная. Пришлось и этот, так сказать, скилл освоить. Порвался у нас один из рифов. Пришлось перезаводить, улетела веревка в гиг, пришлось перезаводить ее. На ходу, но это тоже такой лайфхак интересный. Использовали для этого уже проложенный там в каналах веревки. Но со спинакером одна проблема его поставить, другая проблема его убрать. Две проблемы с этим парусом. Уборка спинакера производится за стакселем. То есть его надо погасить. Вот, смотрите, латок сколько уже на спинакере. Усиливается ветер вокруг тучи. Берегли максимально спинакер, потому что он нам давал возможность двигаться. Молодцы. Видите, какой счастливый член команды после того, как убрали спинакер. Лекции каждый день в 11 часов проходила лекция. При этом сначала лекции читал я. А потом оказалось, что у нас все-таки каждый из членов команды интересен по-своему. И потом уже в завершении ребята читали лекцию и об интернете у нас была лекция, и о финансовых вложениях в Евросоюзе, о налогах. По результатам у меня вот два человека. Сейчас будет у них еще неделька практики в Турции на яхтмастеров выходят. Варвара Алексеевна сдала аттестацию. Не зря прошло ее обучение в походе. Но ребенок, видите, он был один у нас. Поэтому иногда от учебы залезал на мачту по-своему. Учила уроки вести. Это утилизация мусора. Заодно помогала некие нервные моменты убрать. Две-три коробки и ребенок опять спокоен. Да, ну пришлось, Витя, поработать мне добрым доктором. После травмы у Саши на 12-й день ему надо было снимать швы. И они уже начали беспокоить его. Пришлось делать хирургические процедуры и швы поснимать, и скобы. Капитан Мать. Каждый день мы собирались. В 19 часов мы вышли. И в 19 мы собирались каждый день. Наносили свой маршрут. Заполнялся судовой журнал. И очевидным было, то есть мы доводили до экипажа, сколько мы прошли. Успешный день, неуспешный. Самый результативный день у нас было 155 миль. Самый нерезультативный день было 100 миль за день. На широте Кабоверда мы действительно попали в штилевую зону. Где-то суток на 8-9 штиль перемежался с ветром. А трое суток было полного штиля. И нам пришлось идти под двигателем. Поскольку пресной воды было немного, на палубу выведен. На палубу на катамаране выведен шланг. Там есть возможность подать за бортную воду. И в этот шланг мы перекладывали и в душе. Гель для душа мылится и в морской воде. А потом опреснение производилось уже после мытья небольшим количеством пресной воды. Также на этом катамаране особенности гальюны смывались пресной водой из баков. Мы отключили эту систему и смывали за бортной водой. То есть экономить пресную воду пришлось. Ну а те дни, когда мы шли под двигателем, мы использовали, чтобы даже наш малопроизводительный опреснитель накачал нам хоть какое-то количество воды. Были и ближе, где-то за тысячу миль до Карибских островов. Вода уже довольно сильно прогревается на этих широтах. И очень часто проходят такие грозовые тучки, шквалы. Приходят очень быстро, непредсказуемо. Но если ты несешь спинакер в этот момент, ну ветер усиливается, бывает и более 40 узлов. Ну помните, да, если вначале эта сетка была полна, то где-то там к концу второй недели мы уже свежие фрукты доели. Эта фотография сделана ночью. Такое шикарное полнолуние нас сопровождало. Ну и это глаза ребенка, который на 23 сутки 3 декабря утром увидел землю. Вот там впереди зеленый остров. Это была Мартиника. На 23 сутки достигли мы берега. Не пошли сразу в марину, искупались. Мартиника на сегодня. И потом уже пошли оформляться. По дороге. Счастливый момент прибытия команды. Готово! Готово! Команду Катамарана Нептуна поздравляю с удачным завершением трасс-атлантического перехода. Ура! Холоденьким брютик. Ай! И мне досталось. Капитан Замбрюд. Сохранился. По-ныне. Кому? Ай! А он еще. Там все верно. Сейчас он еще. По-нух! По-нух! Алиска, где твой бокальчик? Здесь. Юрочки, где твой бокальчик? Она еще. Ясно. А он меня все еще снимает видео. поэтому я благодарен каждому из вас за терпение за тот труд который был потом пираты были отпущены в город это более бельдягин там один из местных старожилов тут инфографика о том что осталось то что поисчезала часть каких-то продуктов действительно осталось вот часть мы отдали местным потому что сало на мартинике оказалось контрабандным продуктом похлеще любого который вы можете себе представить у нас было время на мартинике мы поменяли билеты по дороге поскольку первоначально были взяты не на 4 мы взяли потом их на 11 декабря потому что посреди маршрута не было понятно успеваем мы или нет и у нас была неделя чтобы посмотреть этот прекрасный остров это вот наш трек всего маршрута вот сама по себе мартиника на сегодня это природно-райское место нужно жить я там бы не хотел сейчас там как раз хороший сезон туристический дождик два-три раза в день но он абсолютно не мешает не напрягает шикарные пляжи очень много зелени и очень хорошая почва земля благодатная ведь возвращение как ребенок сидит у где-то у нас там на реке до на нашем озере если бы не яхты на горизонте сложно было бы представить экономика на сегодня мартинике это туризм это производство рома бананов все большинство туристических объектов это рома курни и память о рабстве ну наверное рабство там закончилась 1848 году было отменено но психологически люди еще очень сильно находятся во всем этом и беспорядки на фоне любых процессов на мартинике довольно часто происходят беспорядки на час перед нашим прибытием это были беспорядки антиковидные музеи по поводу рабства с мартинике родом та самая жозефина де багарне это супруга наполеона на мартинике даже был памятник посвященный ей но его сначала обезглавили а потом снесли потому что жозефина была ярой приверженец и сохранение рабовладения но это вот та самая рома курни рунды пас это известнейший ром на сегодня один из таких дорогих карибских продуктов вот не знаю что вам напоминает но сейчас на следующем кадре вы должны узнать эту мелодию поколение помоложе должно вспомнить рабыню из ауру действительно там все это очень похоже и такое впечатление что сейчас там соответствующих костюмах выйдут люди но тоже такие памятники есть это драма когда прибывали рабы на парусных судах иногда гибли эти парусники не гибли вместе со своим черным грузом такие есть там память не ну богатейшая природа кажется что это вот то место где ты лозиночку воткнешь в землю и она прорастет лианы экипаж отдыхал как мог из последних сил потому что разграбление это кстати плоды какао растет там вот ребенку выдали бананы принципе на сегодня а ну из флоры фауны ничего там страшного особо нету за исключением змей змей изначально не было но по так сказать исторической информации завезли их позже завозили сознательно чтобы рабы не могли сбегать в леса и на сегодня змеет довольно большая проблема там есть специальные службы быстрого реагирования насчет укусов то есть где-то за пределами дорог надо быть внимательны но это не наша фотография калибре мы ловили этот момент калибре видели несколько раз но даже ездили в специальное место где живут калибре но нам посчастливилось калибре увидеть только в ех-клубе в котором стояла наша яхта и заснять по поводу кухни казалось бы территория франции но на самом деле вот тефтель с рисом котлета с картошкой все очень просто то есть есть мясо есть рыба и дальше второй дежурный вопрос даже в очень крутом ресторане фрайс о райс ну то есть картошка жареная или рис подачи довольно все там просто не заморачиваются они ценник на продукты конечно бешеный по сравнению с испании то есть если вы туда путешествуете планируете там быть то по возможности запасы конечно нужно ввести чего там дешево так это местный алкоголь ром ценники практически не ощутимы ну и нельзя было не отдать должное местным коктейлям тоже там свои драматические странички один из городов был разрушен извержением вулкана 902 году все это до сих пор помнят столица острова форде франц город контрастов то есть это справа это кстати живая модель которая это была фотосессия на фотографировалась там где-то на улице то есть исторический центр он колониальной колониальная архитектура есть вот уникальное здание библиотеки которые разобрали и привезли из франции собрали на месте ну пожалуй и все а дальше чуть дальше от центра это обычные фавелы с граффити и так далее то есть цивилизации мне показалось тут нужно держаться подальше и больше внимания она это кстати госпиталь вот обратите внимание на индейцев майя которые вот слева там что-то совсем не госпитальное делают и не очень хочется идти протестанты и католики в основном православных мы там не не нашли обителей но есть церкви расположены прямо вот на берегу моря такая церковь которая на двоих молящихся может на 1 и обратите внимание чем подперта дверь церковь местное кладбище да что еще это мангровые заросли уникальная растительность которая в соленой воде приливная зона и она это единственное что там выживает очень плотная очень плотные заросли грязь и специфическая флора и фауна ведь и даже специальные делают такие загородочки чтобы можно было из-за них наблюдать за птицами то есть это заповедники все-таки природа это шикарный козырь этого места природа пляжи мы едем по мангровым зарослям это местный яхтенный магазин ну а дальше мы едем по реке к морю а 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 Местная достопримечательность. Река фактически приводит в центр города Лен-Марин, после которого мы, собственно, и стояли. Вехи, фарватер на входе. И дальше очень интересная якорная стоянка по тем персонажам, которых мы там встретили. Такие хижины дядюшки Тома. Но видно, что это яхта, но она уже никогда никуда не пойдет. Люди доживают спокойно свой век. Своё хозяйство. Там растут помидоры. Местная мастерская. Вот так выглядит. То есть сюда можно приехать. Там стоит токарный станок, фрезерный. Можно заказать, в принципе, любую деталь. Они, если не сделают ее, то снимут с какой-то из многочисленных якорных, которых там очень много брошено. Вот. Какие-то ждут своего часа. Какие-то уже под тяжестью мусора перегружены. Какие-то уже, видите, затонули. То есть там тоже есть сезон ураганов. Август-июль. Высокая ураганная опасность. И каждый ураган приводит к затоплению ногох нервов. Местный колорит. Местные гоняются на других вот яхточках. В принципе, плоскодонная лодка. И довольно шустро они. Это я ехал на максимуме двигателя. Я не могу их догнать. Такое экстремальное развлечение. Мы объехали фактически весь остров. Но на самый север не забрались. Даже недели нам не хватило, чтобы все посмотреть. Отдали должное местным пляжам. Пляжи оборудованы. Они бесплатные. Стоянка рядом с пляжем может быть платная. А сами пляжи открыты и бесплатные. Это массовые пространства. Ну, где-то чуть ближе инфраструктура. Больше людей. Есть отдаленные пляжи, на которых ты можешь быть целый день. Можешь быть один. На юге пляжи покрыты саргасами, водорослями. В принципе, закаты и рассветы на пляжах. То есть мы каждый вечер выбирались куда-то встретить закат.